И вот тут, Алексей Александрович, вы мне как раз поверите. Я пойду. Наталья... Здрасте! Алексей Александрович. Привет. А ты что здесь делаешь? Да вот, бельё стираем. Зачем? Действительно, зачем? Ну, жалко выбрасывать она новое, пока я ещё не накопила. Неожиданно так как. А ты здесь живёшь, да? Да, здесь, Алексей Александрович. Может, зайдём ко мне на минутку? Я стол накрою, чаёчку попьём. Да нет, спасибо, я спешу, я... А, ну, конечно. У вас на всех времени не хватает. Это о чём, Наталья Втянь? А то вы не понимаете. Вот я понимаю. С новенькими-то поинтереснее будет, да? Вот ты о чём. Да, я всё об этом. Сердце-то не прикажешь. Хватит. Встретились. Случайно. Поговорили. То есть разговор у вас не сложился? Почему очень даже сложился? А почему она так быстро убежала? Тебя испугалась. Ты же любопытная, сил нет. Это очень плохо, что у такого мужчины нет сил. Так. И женщину не удержать, и беседу не подержать, да? Да о чём-то другом можешь говорить? Не могу, Алексей Александрович. Пыталась, не получается. А вы о чём с Францовой разговаривали? О том, что на фабрике у нас у всех длинные языки. Что, ну теперь ни с кем из комбинатских встретиться нельзя? Вам? Нельзя. А вам? А нам можно. Да и было бы с кем встречаться. У нас на комбинате очень сложная ситуация. Вот стоящий мужчина – это начальник. А остальные все. Ну так. Не то, не сё. Наладчики. Так поезжайте в другой город. Там на фабрике, говорят, никаких дурацких запретов нет. С удовольствием. А давайте вместе. Я вот только сейчас переоденусь и... Не надо. Хорошо, не надо. Тогда мы налегке поедем. Мне нельзя. Как так? Я ответственный. Понимаю. Очень жаль. Ну, всё хорошего. До завтра. А что завтра-то? А завтра у вас будет прекрасно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем... В общем...